Музыка Прикольно тут вокзалчик Сейчас выйдем на сам вокзал Музыка В фильме Форсаж Запрыгнуть внутрь И поехать Ребят, привет, я только проснулся Это Нижний Удинск Время, час дня Вон какой-то поезд едет Похоже товарный, как я издалека вижу Музыка А впереди у нас Сегодня по плану Иркутск Не знаю, ночью приедем, не ночью Он сейчас будет посмотреть А прикиньте, вот эти вагоны Серебристые Это боевой железнодорожный ракетный комплекс Ну так, вдруг, на минуточку Отечественное все кто успел перешли да да мы на станции зима так о чем я все кто успел перешли он не остановился здесь как вы думаете что в этих контейнерах напишите в комментарии техника пошла уезжаем из зимы надеюсь в лето надеюсь в Иркутске будет тепло но это не точно уезжаем трое уезжаем трое коварничок да пойдем дальше где-то полчаса со станции зимы прошло вот что-то мы проезжаем какой-то населенный пункт не лень открывать навигатор смотреть поэтому кто знает пишите сейчас проезжаем Иркутск сортировочную и уже почти подъезжаем к Иркутску минут через 15 наверное примерно самые интересные кадры почему-то закрыты забором смотришь кадр достал камеру бац забор что-то от нас прячут и 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 покажу не покажу вот вокзал пойду вперед пройду посмотрите там как обстановка там скорее всего может быть локомотив меняют 10 вагон 40 минут здесь слишком днем у нас стоянка с лишним но народа вышло много и садится тоже такая большая очередь почта россии все прям бегут 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 локомотивчик далеко уехали вот по поводу по поводу байкала байкал мы будем проезжать скорее всего ночью вот не знаю получится снять что-нибудь не получится но мод же енисеевский я снял через енисей смотрите короткие видео на канале он там есть красивое видео получилось на полный формат еще выйдет конечно же обязательно омуля здесь не продают может где-нибудь там ночью увидим если будут остановки наш локомотив народ стоит ладно пойду в обратную сторону там ничего интересного вроде не происходит ларьков с еду и нету пойду обратно на самом деле это очень прикольно то что мы ехали тогда на поезд 062 сейчас еди на поезде 002 по поезде россия помните да я говорил кто знает почему россия пишите в комментариях пока не гуглите просто напишите реально сами вот и у нас окна выходили правую сторону по ходу движения а сейчас в левую и получается ты в разное время едешь то есть на сутки смещен график те вокзалы на которые тогда ты был днем сейчас ты приезжаешь ночью а те которые ты приезжал ночью сейчас ты получается приезжаешь днем вот и по времени и точнее да окна выходят в другую сторону тоже виды разные то есть получается маршрут один и тот же а получается прокатился ты по этому маршруту считай как заново он торчит кусочек вокзала сейчас по переходу спустимся вниз и дойдем до вокзала только надо запомнить такой у нас путь третий четверо ну все там пот на вокзал пойдем прогуляемся туалеты вот здесь получается выход в город кассы пригородные кассы и выход вот прикольный тут вокзалчик сейчас выйдем на сам вокзал здесь закрыты двери сейчас наверх поднимемся как на сам вокзал выйти блин ой охрен его знает Ну, здесь уже выход. Ладно, что, пойдем обратно. Комната матери и ребенка. А, вот выход на первый путь. Вот, выходим к самому вокзалу. Вот он. А вот наш поезд получается. Ну, я снимал его на прошлой поездке днем. Посмотрите, вот он первый путь. Вот сюда я наверх только что поднимался минуту назад. Вот так вот. Иркутск. А вот, кстати, наш 12-й вагон. По-моему, он, да. Вот я и разгадал этот вокзальный лабиринт. Иркутск. Спасибо. По-моему, отсюда я пришел. Все, мы выдвинулись с Иркутска, какое-то озеро, либо водохранилище, там вдалеке видно колесо обозрения, я не знаю, сейчас видно его на камеру, нет, потому что все равно свет отражается в вагоне. Но красиво, как всегда поезд все загораживает. Наверное, что за река не знаю, кто знает, что за река Кишевская на порез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там самолет приземляется Город Время 6 утра Там дальше вокзал видно Люди с поезда Кто выходит Идут Кто-то курит стоит На перроне Я лично полночи книгу читал Честно говоря, даже не уснул Расстроился немного, что Байкал Мы проезжали ночью, конечно В прошлый раз, когда мы ехали, он был весь во льду еще Видео на канале есть, поезд 062 Тут сидел как раз окошком в Байкал Ну, ночью, сами понимаете В окошко снимать бесполезно Там ничего не видно Но обратно, когда будем на машине ехать Обязательно его засниму А вы не переключайтесь Смотрите дальше Дальше будет Еще много впереди интересного Вон там впереди наш поезд едет Нам где-то час Это читы осталось Пилим короткие ролики Надеюсь, вы их смотрите У нас интернетом здесь, короче, вообще засада Вот как-то так Проспал я сегодня полгня Ну, сейчас читу покажем Продолжение следует Продолжение следует Кто куда едут Кто на работу Кто с работы Кто по делам Кто по магазинам Кто подруг Кто на работу Кто на работу Кто на работу Как Тормозы испытательные. Вагон охраны труда. А мы в Чехте были ночью, да, в прошлый раз? Классно. То, что мы тогда проезжали ночью, мы проезжаем днем. И с другой стороны сидим. То есть дорога одна и та же, а впечатление новое. Все, мы в Чехте. Сейчас поднимемся наверх. Наш вагончик. А вот наше место, кстати говоря. Вот оно прямо справа от написи РЖД. Слева, слева. Вот такой вокзальчик. В прошлый раз в Чехте мы были ночью. Я его ночью снимал. Да, город видно. Товарничок. Товарничок. Вагончик грызового с кучей мусора едет. Можно как в фильме Форсаж запрыгнуть внутрь и поехать. Можно как в фильме Форсаж запрыгнуть внутрь и поехать. Еще раз убеждаюсь в том, что на поездах очень круто путешествовать. Если вы по времени не ограничены, если вам это нравится, а многим это нравится. Катайтесь, ребят, катайтесь. Пока еще есть возможность, катайтесь. Поезда все разъехались. Вот вокзал. Такой красивенький. Сейчас какой-то электровоз прибудет. Ладно, мы сейчас поедем дальше. Смотрите дальше. Не переключайте. Дальше будет только интересней. Уезжаем из Читы. Следующая стоянка у нас будет в 8 вечера. Так, что у нас в 8 вечера это будет? Пока Римская будет в 8 вечера. Все, кто из Читы, если вдруг смотрел, привет вам всем. Ну, какие-то шланчики тащат. Сейчас будут либо выкачивать, либо заправлять. Скорее всего, выкачивать. Вот здесь это массово на всех вагончиках. По 17 минут здесь у нас стоянка. Да, это канализация. Видимо, биотуалеты. Биотуалеты прочищаются. Вагончики вроде здесь не простукивают. Вообще, вот я на поездах ездил, такие стоянки есть технологические. Они много где. Но здесь так хорошо, что она именно на станции находится. Можно хоть выйти, хоть 10 минут там, но погулять. Все равно разминка, она такая нужна. Наверх я уже здесь подниматься не буду по лестнице. Здесь времени мало, 18 минут. Сейчас у меня еще отец выйдет погулять. Я зайду. Я хоть особую сумку с документами таскать, поэтому кто-нибудь всегда у нас один остается. Так бы отойти в конец подальше. Можно же запрыгнуть вот на эту подножку, зацепиться и прокатиться. Но как-то это... Вроде бы... А, вон и полиция как раз ходит. Как раз таких, как мы, любителей похулиганить будет ловить. Нет, идея не очень. Идея не очень. На самом деле она очень, но реализовывать ее не очень. Чернишевск, Забайкальский. Вон там ларечки. Я туда не хочу идти. У меня охота не по путям прыгать. Достаточно маленький тут вокзальчик, но стоянка полчаса, а время 2 часа ночи. Я опять читаю книжку. И скорее всего, буду это делать опять полночи, потом опять полдня просплю, не сниму, не сниму только контент. Берегись поезда. Ради интереса добежать, просто посмотреть ценники. Тем более, пока сюда еще ничего не едет. Ну, по крайней мере, пока еще ничего не объявляли, что сюда едет. Поэтому, наверное, до киосочка добегу так чисто. Вот здесь ничего пока не видно. А ценников нету. Да нет, просто посмотреть. Короче, ценников тут ни на что нету. Ценники я не посмотрю, не скажу. А вернусь-ка лучше я обратно. А меня не видно. Ладно, увидимся завтра утром. Все, всем спокойной ночи. Всем пока.